Здравствуйте! Вы смотрите программу событий в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Не ругаться, а действовать сообща. Председатели самарских многоквартирных домов продолжают обучать хорошей работе с управляющими компаниями. В губернии осталось 3000 обманутых дольщиков. Прокуратура Самарской области подвела итоги работы за год. Тут будет клумба, а там парковка. 196 дворов Самары вошло в федеральную программу благоустройства территории. Чтобы Аннушка не разлила масло, сотрудники Самарского управления ФСБ закрыли в Тольятти подпольный цех по производству контрафактных моторных масел и антифриза. Там же хранилось 1500 канистр и упаковок с логотипами известных фирм. Это пустые или нет? Нет, в смысле не секунды. Причем все пластиковые. Сотрудники ФСБ изъяли более 200 тонн масла и антифриза. Жидкости готовили к развозу по магазинам в соседние регионы. Свердловскую, Астраханскую области и Ставропольский край. Материалы готовят к проверке для дальнейшего следствия. В интернете появилось видео ограбления банка, о котором мы уже сообщали ранее. Оно произошло накануне на улице Победы. На кадрах видно, как в здание входит неизвестный в маске. В руках у него пистолет с глушителем. Грабителя попытался остановить охранник с помощью дубинки. Но силы оказались неравны. 69-летний мужчина получил две пули в живот и одну в руку. Ранение оказалось смертельным. Грабитель, угрожая сотруднице банка, забрал из кассы все деньги. Это 5 миллионов рублей. После чего скрылся. По словам очевидцев, он уехал на серебристые десятки. Правоохранительные органы ведут розыск налетчика. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Число обманутых дольщиков в области продолжает снижаться. За несколько лет количество недостроев только в Самаре сократилось в 4,5 раза. А дольщиков с 11 до 2 тысяч человек. Введено в эксплуатацию 21 здание. Сейчас в реестре обманутых дольщиков регионы числятся более 3 тысяч человек. Как ведется работа с оставшимися долгостроями, обсудили на заседании коллегии в областной прокуратуре. С начала года прокуроры выявили более 100 нарушений в сфере долевого строительства. Внесено 47 представлений. В суд направлено 2 исковых заявления. По инициативе прокуроров возбуждено 7 уголовных дел. В основном среди нарушений использование средств граждан для строительства до того, как застройщик получил разрешительную документацию. А также нецелевое использование денег граждан. Сейчас в области строится более 450 новых домов. И основная задача для прокуроров – не допустить появления новых пострадавших. Смотрите, как происходит эта работа. Больше встречайтесь с гражданами. Спрашивайте, какие конкретные проблемы у них есть. Справку возьмите все подробную, которые у нас есть в аппарате. И будем уже дальше работать совместно. И то, что касается органов власти, контролирующих органов. То есть прокуратура здесь открыта для взаимодействия. И мы работать будем дальше, останавливаться мы не будем в любом случае. В Самаре в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды до конца года приведут в порядок 196 дворов и крупные общественные зоны. Струковский сад, четвертую очередь набережной, площадь Куйбышева. На это запланировано более 300 миллионов рублей. Главное условие этой программы – активное участие жителей, которые сами принимают решение, что именно нужно сделать у них во дворе. Так жители дома на Красноармейской высказали за ремонт фасада. Подробнее Олеся Корецкая. Ремонт фасада в 110-м доме по Красноармейской долгожданный, но закономерный. Жители здесь немного, хорошо знают друг друга и активно участвуют во всех программах по благоустройству. Они в прошлом году попали в программу по капитальному ремонту. Им отремонтировали все инженерные системы. А сейчас, в этом году, они попали в программу «Профортная городская среда». Поэтому у них, в общем, все в порядке. И с инженерикой, и с фасадом. Ремонт начался в конце августа. Рабочие уже выровняли поверхность, нанесли нижний слой штукатурки и приступили к покраске. Обещают закончить к началу октября. Пока идет ремонт, жители приводят в порядок двор. Субботник мы выходим, обязательно убираем. Вот клумбочку делаем, сажаем. Посадили деревья плодовые, яблони, вишенку, там елочки посадили. Цветы сажаем, поливаем. В этом году в программу «Комфортная городская среда» попали 196 дворов во всех районах Самары. У нас жители непосредственно принимали участие в формировании перечня работ. Значит, в итоге все это легло в план благоустройства дворовой территории, проект благоустройства дворовой территории, который также утверждался старшими по домам. Кроме ремонта фасадов, жители могут выбрать озеленение, обустройство детской или спортивной площадки, зоны отдыха, ремонт дворового проезда, установку ограждения и малых архитектурных форм. Олеся Корецкая, Константин Головин, События. Не ругаться, а вместе облагораживать дворы. Председатели самарских многоквартирных домов продолжают обучать успешной работе с управляющими компаниями. Семинар прошел и для управдомов советского района. На тренинге рассказали о главном условии такой работы – модельном договоре, который внедряется во всем жилом фонде по инициативе губернатора. Собственники, которые справно оплачивают услуги ЖКХ, будут сами решать, какие работы нужно сделать и контролировать выполнение этих услуг. А управляющие компании будут получать достаточно денег для добросовестного их исполнения. Пока в Самаре только 2% домов заключили такой детальный договор. Специалисты ожидают, активная работа в этом направлении начнется после старта отопительного сезона. И уже к его окончанию 80% домов будут работать по новым правилам. Обучающие семинары пройдут до конца сентября во всех районах города. Мы добьемся, что в ближайшее время каждый, кто проживает в многоквартирном доме, если он пожелает, на свою личную электронную почту будет получать отчет, промежуточный отчет, о деятельности управляющей компании. Сколько переходящий остаток, сколько потрачено, сколько из них потрачено на уборку, сколько на ремонт дома. Патриотическое воспитание молодежи и хорошая техническая подготовка – главные направления в работе регионального отделения ДСААФ. Губернатор Николай Меркушкин встретился с новым председателем Самарского ДСААФ Сергеем Ермохиным. Он был назначен на эту должность в июле. В областное общество содействия армии, авиации и флоту сегодня входят почти 200 отделений, в которых обучаются более 3000 участников. Под эгидой Самарского ДСААФ работают образовательные учреждения, спортивно-технические и детско-юношеские клубы и аэроклуб. Там успешно готовят специалистов по гражданским техническим профессиям, развивают авиационные и военно-прикладные виды спорта. У правительства Самарской области сложились конструктивные отношения с региональной организацией, заметил губернатор и выразил уверенность, что общество и дальше продолжит успешную военно-патриотическую работу с молодым поколением. Далее коротко о других событиях дня. В Самарской области из-за сильного ветра 20 частных домов остались без электричества. Инцидент произошел вечером в четверг, 14 сентября, в поселке Булак Красноярского района. Ветер повредил кровли трех частных жилых домов. Еще 20 домов остались без электричества. В них проживают 65 человек, включая 10 детей, сообщает МЧС. Об ухудшении погоды чрезвычайное ведомство предупреждало заранее. Кратковременный дождь и гроза ожидаются и в пятницу. Суд не стал отзывать лицензию Самарской компании, автобус которой сгорел в Татарстане. Перевозчик Евразийской корпорации автовокзалов был оштрафован на 200 тысяч рублей по результатам проверки, проведенной региональным Ространснадзором. Эксперты нашли несколько нарушений, в автобусах были неисправны. Ремни безопасности, световые сигналы, нашлись трещины на лобовых стеклах. Напомним, поводом для проверки послужило резонансное ДТП. В ночь на 2 июля в Татарстане столкнулись КАМАЗ и пассажирский автобус «Неоплан». Последний опрокинулся на проезжей части и загорелся. Погибли 14 человек, в том числе дети. Среди погибших оказались 6 жителей Самарской области. Контрафактного Тома и Джерри задержала Самарская таможня. В регион пытались везти поддельные детские товары. Их везли на машине из республики Кыргызстан. Общее количество детских товаров с признаками контрафактности, которые теперь не попадут на внутренний рынок страны, составило 550 единиц, сообщает пресс-служба Самарской таможни. В Самаре разыскивают цыганку, которая, разглядев на местной жительнице сильную порчу, выманила у нее более миллиона рублей. Преступление зафиксировали камеры видеонаблюдения. Аферу лжецелительница провернула возле дома номер 17 на улице Зойка с Мадемьянской. Она подошла к местной жительнице, достала яйцо, которое почернело на глазах. Это означало, что над семьей женщины нависло страшное проклятие. Доверчивая самарчанка принесла из дома 700 тысяч рублей и золотые украшения на сумму около 500 тысяч. Взамен на это цыганка сняла проклятие, а затем скрылась с чужим миллионом в неизвестном направлении. Как отмечают в полиции, обманутая женщина утверждает, что была под воздействием гипноза. По факту мошеннических действий ведется оперативно-розыскная деятельность. На дверях самарских заведений повесят таблички, запрещающие вход детям. Соответствующие поправки в областной закон рассмотрели депутаты Губернской думы. Отметим, предупреждающие надписи и таблички предприниматели должны были размещать и раньше, однако закон обязывал юрлиц и индивидуальных предпринимателей делать это по месту ведения своей деятельности, что зачастую толковалось по-разному. Так, некоторые предприниматели вешали таблички не по фактическому, а по юридическому адресу. В связи с этим было предложено ввести в закон уточнение, согласно которому бизнесмены будут обязаны размещать предупредительные надписи при входе именно на используемые территории и помещения. О фактах незаконной продажи алкоголя горожане могут сообщить через информационную систему «Моя Самара». За 7 месяцев работы на интернет-портал поступило более 2,5 тысяч обращений от граждан, и их количество с каждым месяцем увеличивается. Чтобы оставить обращение, необходимо зайти на главную страницу сервиса. Адрес вы видите на экране. Затем выбрать раздел «Сообщить о проблемах» и категорию, по которой можно подать ту или иную заявку. Сейчас раздел содержит 16 пунктов, включая ямы на дорогах и заросли амброзии. А вот какие материалы сейчас готовят к эфиру наши корреспонденты. Аллея его имени и памятная доска в крутых ключах почтили память героя России Алихана Калематова. Они создали этот город своими руками. Масштабы стройки стадиона «Самара-арена» оценили самарские строители-ветераны. Овощи и фрукты по доступным ценам. В выходные в Самаре откроется сельскохозяйственная ярмарка. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 14 миллионов просмотров на Ютюбе. Читайте нас в Твиттер, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин